Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, у нас первое число очередного месяца, ну и соответственно начался новый батл пасс и у вас на экранах главный герой. Главного героя мы сейчас обсудим, ровно как и сам батл пасс. Ну а сначала я хочу задать вам один простой вопрос. Ребят, унылые стримы, на которых стример сидит, потеет, у него на лбу сипаются вены и он пытается взять мастеров, ну либо сухие обзоры, когда машины сравниваются исключительно через призму тренировочной комнаты, вам не надоело? Если хотите чего-нибудь новенького, обязательно подписывайтесь на мой канал по вот этому желтому шильдику и ощутите существенную разницу. Я пытаюсь сделать нестандартный канал с нестандартным контентом. И нестандартность моего канала проявляется в первую очередь в том, что на моем канале черт ногу не сломит в поисках того, что его интересует, потому что есть как минимум нормально систематизированная картотека плейлистов. Заходите и смотрите с удовольствием. А я вам буду безумно благодарен за поддержку моего канала, вашей подпиской, вам она ничего не стоит, а для моей мечты это возможность реализоваться. Спасибо вам большое за благовременно. Итак, ребят, что мы имеем в начале месяца? Мы имеем ВЗ-шку, вот какая есть, такая есть. Сейчас зайдем с вами в дерево исследования и вы сами все поймете, почему я говорю, что это ВЗ-шка. Потому что если вы возьмете ВЗ-131 ГФТ, то вы увидите, что эта машина и есть тем, с кого перерисовывали главного героя нашего месячного вот этого вот ивентика Батл Пасса, как его называют. Что собой машина представляет? Ну, честно говоря, так сложно заценить, потому что ее все-таки покатать необходимо. Но давайте будем говорить откровенно. От ВЗ-шки отличается, вопросов нет, но я бы не сказал, что прям вау-вау совсем большие отличия есть. Но хотя плюсы однозначно присутствуют. Но первый плюс заключается в том, что даже если вы не дойдете до 55 уровня, то все равно у вас будет довольно симпатичный аппарат, который довольно прикольно выглядит. То есть все вот эти вот дорисовочки трещин, износов и всего остального действительно добавляют машине шарма. Я даже не знаю, честно говоря, в каком внешнем виде она лучше. Вот в таком вот или если вы оденете соответствующий на нее каму. Но при этом, ребят, помните, что он сменит свое имя. С вот этого вот сложно выговариваемого Пан-0 я понимаю, что какое-то значение это имеет, но неужели из тематики нельзя было найти какой-нибудь термин, ну, немножечко попроще. Потому что товарищ Пан-0, ну, как-то звучит не очень. Ну, а если вы все-таки доберетесь до 55 уровня, то вы, ребят, будете иметь машинку в совсем другом внешнем виде, который мне, честно говоря, нравится немножечко меньше. Он сменит имя на бессмертный и здесь действительно интересней. Но он приобретет какой-то вид такой, знаете, я бы сказал, крайне простенький. Почему-то в этом случае, я имею в виду в случае данного конкретно Баттл Пасса, разработчики не сильно заморочились. И, честно говоря, ну, вот эти вот абсолютно какие-то такие сплющенные детали, которые не имеют абсолютно никакой рельефности в себе, ну, существенно, существенно упало качество прорисовки Баттл Пассовской машины по сравнению с некоторыми другими. Ну, вот, допустим, посвященные Терминатору. Короче говоря, ребят, ну, немножечко, немножечко я раздосадован и расстроен. Ну, ладно, дело такое. Что касается того, что вы можете забрать из Баттл Пасса. Когда вы будете просматривать ролик с началом данного Баттл Пасса, если вы его еще не видели. А я, честно говоря, не знаю, как включить к просмотру заново, да, там, результаты, вот эти вот пару страничек, чтобы вам было показано на одной из страничек, что вы можете забрать. Но четко запомнил, что там было прописано, что голды, допустим, будет 3000. Но подсчитав голду, даже если без учета компенсации за ДВ-2, кстати, обзор на ДВ-2 на канале уже есть. Вот ссылочка на него, заходите, посмотрите, ну и поймете, нужна ли вам будет эта машина в принципе. Что же касается компенсации по голде, я не покупал себе пропуск. Дело в том, что я, скажу откровенно, у меня нет просто финансовой возможности его приобрести. И, соответственно, я не могу сказать точно, сколько компенсации будет за ДВ-2. Но ДВ-2 можно продать за 100 золота. Поэтому сколько компенсации будет, там, допустим, 500, как бывает, или все-таки сотню, так как он стоит, ну, здесь можно будет узнать только забрав его. Что же касается грубого подсчета голды, вот просто того, что можно забрать, то по моим подсчетам получается больше, чем 3000, а именно 3200. Потому что 1200 вы можете забрать вот такими вот маленькими кучками, да, проходя до самого конца, в конце забрать 200, и того получается 1200. Плюс вы откроете себе сейф с двумя косарями золота, того получается 3200, а не 3, как указано на превьюшке в рекламном ролике. И плюс компенсация за ДВ-2. Таким образом будет либо 3300, либо 3700. Здесь под вопросом, как я уже сказал, в отношении компенсации. Понятное дело, что вы еще забираете с собой всякого рода сертификатики X5, дополнительные камам, сейфы со свободкой, те же самые бустырочки. Короче говоря, поживиться здесь действительно есть чем. Но все-таки, ребят, давайте будем говорить откровенно. Мы-то потеем не только для того, чтобы все вот эти вот вкусняхи забрать, мы еще хотим получить машинку коллекционную. А что собой представляет коллекционная машинка? Коллекционная машинка, я бы сказал, довольно интересная. Итак, смотрите, мы будем заценивать с вами в порядке поочередности. Начнем с самого важного. Это в отношении орудия. Ну или может быть, наверное, того, чем действительно машина отличается. Вот это от обычной проходной ВЗ. Итак, заявленный ДПМ. И напомню, ребят, можно еще поставить будет оборудку. Соответственно, можно будет там довесить всякой всячины. И таким образом эти цифры подвинутся. Но вы и можете на проходной машине тоже подвинуть эти цифры. Соответственно, давайте будем основываться на заявленных. И точно так же заявленные по ВЗшке я смотрел. Итак, урон в минуту 2276 против ДПМ, который заявлен у ВЗ, в 1952. Время перезарядки 7.38 против 8.61 у ВЗшки. 181 бронепробития базовым снарядом против 181. Но здесь, в принципе, цифры все одинаковые с проходной машиной. То же самое касается и Альфы. 280, 240, 350. Те же цифры и у проходной машины. Что касается пробоя. Пробой, как я уже сказал, тот же самый повторяющийся. И углы склонения, ребят, минус 5 и вверх 15. То же самое, что и у проходной версии данной машины. Таким образом, мы приходим к следующему. Мы приходим к тому, что основными отличиями данной машины являются время сведения 3.4, а у проходной 4.2 и время, ну точнее, простите, разброс в 0.37, что, кстати, очень классно, по сравнению с 0.355 у проходной машины. Таким образом, получается, что основными отличиями данных машин, в принципе, является их орудие и насколько оно является более хорошим у данного аппарата. Повторюсь еще раз. Существенно лучше время сведения, лучше разброс, лучше время перезарядки и, соответственно, выше ДП. Что касается альфы пробоя, у ВНов здесь все одинаково. Броней машину наделили точно такой же. Что касается маневренности, все, в принципе, то же самое. Единственное, чем они, ребята, еще отличаются, это ХПшкой. Прочность 850 у нашего товарища против 900 у проходной машины. В принципе, 50 единиц ХП это не так уж и много. И, честно говоря, с теми цифрами, которые здесь уже заявлены по орудию, по орудию с учетом того, что это уже лучше, чем у ВЗшки, соответственно, что мы имеем? Мы имеем возможность оборудку поставить на дополнительное ХП, ну и, соответственно, сравняться с проходной машиной, при этом не потеряв в орудии, а только имея лучшее орудие, чем у проходного аппарата. Проходить или не проходить Battle Pass, стоит ли на него донатить, здесь я вам не скажу. То, что я вам действительно могу сказать, это то, что я всегда честен с вами. Я думаю, что это один из залогов успеха моего проекта. Поэтому, ребят, еще раз повторюсь, подписывайтесь на канал, поддержите меня. Я буду вам всегда благодарен и буду благодарить честными обзорами и своевременными видео. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.